Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова! Меня зовут Юля, и в сегодняшнем видео мы будем распаковывать с вами, наверное, один из самых известных и классных адвент-календарей, которые пока что известны на рынке адвент-календарей. Это адвент-календарь от Cult Beauty 2021. Я охотилась за этим адвент-календарем очень долгое время, и я до последнего не думала, что он ко мне приедет, потому как у меня были проблемы с тем, что мой банк подумал, что это какая-то мошенническая транзакция, потому как это было в 5 утра. Сначала мне они говорили, что да, вы все получаете, затем нет, извините, ждите начала ноября, чтобы купить его снова в итоге. Каким-то образом я все-таки его получила. Я этому очень рада. Точно знаю, что купить адвент-календарь Cult Beauty это не так легко, потому как они распродаются вот таким образом за секунду. Этот адвент-календарь от Cult Beauty, мне кажется, станет, наверное, самым дорогим адвент-календарем, который я покупала когда-либо за историю канала. Он стоил 306 долларов с налогами вместе, но, тем не менее, наполнение этого адвент-календаря обещает нам быть на 960 паундов или 93 117 рублей. Я ни разу не видела, чтобы наполнение было таким большим. И если вам интересно, кстати, этот календарь шел ко мне в районе 8 дней. Самое дольшее 5 дней он находился на таможне. Я так понимаю, он ждал своей очереди, все такое, и потом уже после этого он сразу прилетел ко мне буквально за каких-то 2 дня после этого. Я думаю, что вы все этого ждете. Распаковку адвент-календаря от Cult Beauty я тоже, поэтому давайте просто нырнем в эту распаковку прямо сейчас, мне уже не терпится. Вот таким образом выглядит сам календарь. Он очень симпатично оформлен, он невероятно тяжелый. Я пока держала его в руках, чтобы сделать превью. У меня рука устала два раза, настолько он тяжелый, только ощущение, что там очень много всего классного, скорее всего. И я пока поставлю его, потому что он очень тяжелый. Смотря на этот календарь, я точно могу сказать, что есть ощущение приближающихся праздников, Рождества, потому что здесь такие как ленточки, все красиво, оформлено смотрится. И очень приятный материал у этого календаря, тоже мне нравится этот факт. И вот таким образом смотрится внутренность этого календаря. Вау! Я забыла сказать, что календарь этот пришел с вот таким буклетом, там, я так понимаю, у нас спойлеры. Смотрела, оказывается, здесь даже написаны составы некоторых средств в конце, что здорово. То есть не нужно там, знаете, гуглить, чтобы понять, какие ингредиенты, может, там находятся ингредиенты в одном из тюбиков, которые вам нельзя использовать, или у вас аллергия на них, что-то вроде того. Поэтому это очень круто, что они позаботились заранее о нашей безопасности, о нашем здоровье. И да, давайте просто начнем, не терпится уже это сделать. И, конечно же, мы начнем с номера первого. Номер первого находится вот здесь. И первое, что мы нашли, это увлажняющий мист от бренда Jordan Samuel Skin. Я ни разу не слышала об этом бренде. И это тот мист, который можно использовать в течение всего дня, чтобы взбодриться и чтобы увлажнить кожу. Это мист, в котором 120 миллилитров. Это определенно больше, чем travel размер. Я думаю, что это даже, скорее всего, может быть полный размер. Мист для лица никогда не бывает лишним. Я так понимаю, что это все. Тут больше ничего нет, все пусто. Такие миленькие розовые опилки из бумаги. Номер два у нас находится вот здесь. Кстати, очень сложно вытаскивать, потому что это такой картон, который, понятно дело, очень плотный. Приходится проявлять силу, чтобы вытащить эту ячейку. Вау, здесь мы находим что-то от Бриоджио. И, как я поняла, это скрабирующий шампунь от Бриоджио с углем и кокосовым маслом для того, чтобы скрабировать кожу на голове. Я очень люблю использовать скрабирующий шампунь. И даже сегодня я использовала. Это помогает волосам не жирниться достаточно часто. То есть, как будто бы вы не только ощущаете, понятное дело, свежесть, но как бы еще и волосы при этом, как будто бы такие, как скрипучие чистые. Я думаю, что из-за того, что в составе есть кокос и уголь, это будет что-то безумно скрабирующее. И мне кажется, волосы долго не будут пачкаться, что здорово. Ребята, номер три находится у нас вот здесь. Это супер маленькая коробочка. Она малютка. Это что-то от Виктории Бекхам. Это помада от Виктории Бекхам, которая называется Posh Lipstick. Я ни разу не пробовала бренд Виктории Бекхам, понятное дело, но я точно знаю, что многие девочки в Инстаграме пробовали ее бренд. И все отзываются, вроде бы, очень хорошо. Я и мечтать не могла получить помаду от Виктории Бекхам в адвент-календаре. Это так круто. Как же это люксово смотрится. Невероятно красиво. Я в шоке от того, насколько эта помада чувствуется люксовой и дорогой в руках. Потому что, да, упаковка, она делает это возможным. Цвет, я бы сказала, он универсальный. То есть, определенно, он подойдет любому, потому что это не какой-то непонятный цвет, который они положили сюда, лишь бы, чтобы от него избавиться. Нет, это очень красивый, такой коралловый оттенок. Помада от Виктории Бекхам, это невероятно классное дополнение к этому адвент-календарю. И закрывается она не на магните, кстати, а как бы на защелку, правильно же? Да. Таким образом. Здорово. Давайте перейдем к нашему номеру 4. Номер 4. Определенно чувствуется не таким тяжелым, как номер 1. И здесь мы видим тонер от Gloricepy. Это так забавно, но сегодня я использовала линейку от Gloricepy, которая состояла из этого тонера, Glodrops и также крема с арбузом. То есть, я получила этот тонер. Как это здорово. Тонер, кстати, это хорошая вещь, потому что он сразу дает вашей коже сияние, которое нельзя не увидеть. Просто идеально для того, чтобы взять его в поездку. Мне нравится этот формат. И тонер, кстати, он тоже просто бомбический. Если вы еще не пробовали линейку ухода от Gloricepy с арбузом, то попробуйте. Обязательно вам 100% это понравится. Далее номер 5. В номере 5 мы находим Farmacy. Это бальзам для того, чтобы снимать макияж. Я пробовала такой бальзам для снятия макияжа от Farmacy. Мне он понравился, но почему-то он закончился достаточно быстро в сравнении с другими брендами, которые я использовала. И здесь мы получаем 50 мл. Я не думаю, что это полный размер. Нет, потому что полный размер у них это прям огромная бодя такая. Я думаю, что этого хватит на, наверное, 3-4 применения. У него, кстати, есть аромат в этом бальзаме. Я думала, почему-то, если это белая упаковка, не зеленая, это означает то, что он без ароматизаторов. Но нет. Я думаю, что бальзам для снятия макияжа это необходимость, потому что мы все используем что-либо для того, чтобы снять макияж каждый день. И я думаю, что это невероятно классная вещь, которую ты хочешь увидеть в адвент-календаре. Давайте перейдем теперь к номеру 6. 6 номер я уже вижу. Он находится рядом с номером 5. И в номере 5 мы находим какую-то сыворотку, я так понимаю. Или это масло от бренда, которое называется Tinted Life. Что это такое? Очень интересная баночка. Я ни разу не встречала упаковки настолько приятной к прикосновению. Это очень приятно сделано. Прям вау. Хайлайтер. Круто. Изначально я думала, что это автозагар, потому что здесь прям такой оттенок, ну, интенсивный. А сам хайлайтер, он вот такой какой-то, ну, розоватый, еле-еле розоватый, можно сказать так. Это очень липкий продукт. Я уже это чувствую. То есть он ощущается очень масляным. Как будто бы как вы нанесли кокосовое масло на тело или на лицо. Вот такие ощущения. Я даже не знаю, рада ли я этому продукту. Потому что мне не нравится, как он просто ощущается на моей коже. Слишком он жирный. Пока что первый продукт, который мне не понравился. Давайте перейдем теперь к нашему номеру седьмому. Я хочу сделать это сюрпризом. Типа, я не знаю, что же я увидела только что в коробке. Ууу, Shiseido. Это крем-лифтинг для, в общем, того, чтобы сделать кожу более упругой и подтянутой. Я так понимаю, это лучше для возрастной кожи. И здесь мы получаем 15 миллилитров. Мне кажется, хватит на, ну, может быть, 5 применений. Здорово. Крем от Shiseido. Давайте, может, понюхаем это. Оу, какой вкусный аромат. Пахнет как парфюм. Дальше мы переходим к номеру восьмому. В номере восьмом мы нашли... Оу, это какое-то масло для тела от бренда, который называется Agustinus Butter. Надеюсь, я правильно произнесла это название. И это масло для лица с TFC8. Честно, я не знаю, что такое TFC8, но мне кажется, это что-то вроде CBD. Почему-то такие у меня ассоциации. И это масло сделано, кстати, в Германии. Вау, очень интересный фактор. Это масло само желтого цвета, как можно видеть. Но упаковка этого продукта, она синяя. Я люблю масла. Иногда, если это особенно какое-нибудь хорошее масло, я знаю, что оно хорошо действует. Но у меня сейчас столько много масел. Мне кажется, мне масел хватит реально на 2 года. Не пахнет ничем. Я бы не сказала, что какой-то есть аромат у него. Может быть, он очень хорош для ухода за лицом. Я так понимаю. Наверное, да. Чувствуется нормально. То есть, обычное масло. Ничего такого драгоценного я пока не замечаю в этом продукте. Хоть это и не совсем известный мне бренд, но я определенно почитаю еще больше, чтобы вообще знать, что это за бренд. И в чем польза использования этого масла. Дальше номер девятый. И мы нашли здесь тушь для ресниц от бренда Sweet. И это Pro Lash Lift Mascara. Я так понимаю, эта тушь должна, понятное дело, сделать так, чтобы ваши ресницы приподнимались. Это, собственно, основной эффект этой туши. Вау. Какая интересная щеточка. Тоненькая. И определенно, мне кажется, этой щеточки будет достаточно, чтобы сделать ресницы более приподнятыми и объемными. Я не слышала об этом бренде ни разу. Но сделан он в Германии. Мне кажется, большинство тушь или тушей, которые делаются в Германии, они, как правило, очень хорошие. Поэтому посмотрим. Может быть, даже я оставлю это себе. Далее мы переходим к номеру десятому. Десятый номер выглядит очень даже многообещающе, потому что он немаленький. Здесь мы видим два продукта. Это шок. Первое, что мы здесь находим, это солнцезащитный крем от Glow Screen. У меня уже был такой, и я точно помню, что мне он показался чересчур блестящим и сияющим. Он делает из моего лица блин. И поэтому я не знаю, насколько продукт этот понравится мне еще раз. Это тот же самый продукт с большим количеством сияния в нем. И последнее, что мы нашли в этом ящичке, это витаминки от бренда HUM. Я слышала об этом бренде, 100%. Он в Сифори продается, его можно купить там. Это витамин D3. Они восполняют недостаток D3 в организме. А D3, естественно, исходит у нас от солнца. Я бы принимала, если бы я опять жила в России. Здесь у нас во Флориде солнце почти каждый день. Сегодня у нас дождливо. Но так, D3 это нереально классный компонент для того, чтобы поддерживать свое здоровье во время зимних сезонов. Дальше номер 11 у нас находится прямо в конце маленькая ячейка. В номере 11 мы нашли что-то вроде сыворотки от бренда Odacite. И это сыворотка с экстрактом дикой моркови. Вам нужно добавить 2-3 капли в ваш любимый крем. Или просто нанести это на лицо так, как это есть. Давайте посмотрим вообще, что это такое. Не могу сказать, что это прям супер приятный аромат. Пахнет эфирными маслами и офисом доктора, может быть. Определенно хочу почитать еще больше об этом продукте. Это что-то интересное, чего я бы, наверное, точно сама не купила на Cold Beauty. Ох, какой запах. Номер 12 у нас расположился на верхнем ярусе. И это чувствуется не таким легким, как предыдущие наши ячейки. Ей! Мы получили сыворотку от Sunday Raleigh. Я извиняюсь. Это тот бренд, который я, наверное, ни разу не пробовала. Я получала там всякие маленькие пробники от них, да. Но здесь мы получили большую сыворотку. Full size, полный размер, которая называется... Это не сыворотка. Это вообще-то крем для глаз, который делает зону вокруг глаз более молодовыглядящей. И крем это также дипафинг, то есть он борется с опухшестью на глазах. Потому что здесь есть кофеин, лютеин. Если честно, я ожидала, что это будет какая-то сыворотка классная от Sunday Raleigh. У меня столько много продуктов для зону вокруг глаз. Это просто даже не смешно. Хочу сказать пару слов об упаковке. Упаковка смотрится просто шикарно. Это как будто бы двойное дно. Это смотрится нереально круто. Как космически, я бы сказала так. То есть это реально красиво. Я бы сказала, немного жирноватый крем. Но это здорово, потому что зона вокруг глаз всегда нуждается в увлажнении. И, наверное, чем жирнее иногда, тем лучше. Сама бы я точно не купила его. Поэтому это классно попробовать бренд Sunday Raleigh, который не очень дешевый ни разу в этом адвент-календаре. Прям здорово. Давайте перейдем к нашему номеру 13-му теперь. Номер 13 обещает быть, наверное, очень счастливым для нас, потому что он чувствуется очень тяжелым. Yay! Summer Fridays. Это бренд, который также продается в Сифоли. И это крем, который называется Cloud Dew Oil Free Gel Cream. Очень симпатично, очень эстетически приятно держать в руках это и смотреть на эту упаковку также. Тут даже небольшая упаковочка. И есть также специальная, как не ложечка называется, а шпателечек, чтобы набирать крем. Это здорово. Ууууу. Стеклянная упаковка. И мне нравится также цвет упаковки самой. Это такой кораллово-персиковый. Я не сказала бы, что у этого крема есть какой-то запах очевидный. И первое, что я вижу, это то, что он, знаете, как желе в этой баночке качается в своей. Я люблю сама гелевые кремы, потому что у меня кожа, она комбинированная, и для комбинированной кожи гелевые крема это классно, и этот крем превращается в как будто бы ничего, как будто бы у меня уже ничего нет на коже, настолько он легкий и питательный, мне нравится. 14 номер, он очень маленький, да удальники, наверное, здесь мы находим увлажняющую сыворотку, естественно, куда без увлажняющей сыворотки в адвент календаре, и она от бренда Oskaya London, я об этой сыворотке точно ни разу не слышала, но здесь написано, что это изотоническая супер увлажняющая сыворотка, и здесь мы получаем 30 мл, и это полный размер, круто, давайте понюхаем ее, она не очень приятно пахнет ни разу, но круто, сыворотка никогда не бывает лишней, особенно скоро зима, и это необходимо увлажнять кожу нам, номер 15, спрятался прямиком здесь, чувствуется он немножко легким, другой шампунь от Бриоджио, он только что проснулся, вот только что проснулся, и он опять сейчас идет в свой дневной сон, я говорила о том, что мы нашли не шампунь, а маску от Бриоджио, здесь большое количество разных масел, которые будут очень хороши для увлажнения волос, масло сладкого миндаля, и куча других масел, но в общем философия этой маски, это не обрезать волосы, а делать так, чтобы они росли здоровыми и длинными, дальше у нас идет номер 17 по порядку, и номер 17 чувствуется тяжеленьким, что же мы найдем в этом номере? Е-е-е, это гель для душа, я так понимаю, от Molten Brown, я узнала сразу упаковку этого бренда, аромат геля, что же за аромат? Jasmine and Sun Rose, давайте понюхаем, естественно, это приятный аромат, но, наверное, все-таки я небольшой фанат Жасмина, к сожалению, не зацепил меня аромат этого геля для душа, но Molten Brown это действительно супер известный бренд, всем нравятся их запахи, у них есть очень классные запахи, которые прям ты иногда используешь, и ты такая, вау, я хочу купить просто целую большую банку их геля для душа, настолько это все вкусно пахнет, но это я бы не купила, это отдельно на Call Beauty, нет? Я только что поняла, ребят, что мы пропустили, вообще-то номер с вами 16, давайте посмотрим на него, эти все номера, они очень легко теряются, потому что они такие все маленькие, крошечные, в сравнении с вот этими номерами, поэтому легко очень запутаться и не открыть тот самый номер вовремя, ей, The Ordinary, бренд The Ordinary, мне кажется, каждый любит этот бренд, потому что у них невероятно хорошие продукты, и это доступный бренд, что самое главное, и здесь мы получили сыворотку с неоцинамидом и цинком, неоцинамид на 10% и цинк 1%, честно, сыворотка с неоцинамидом, это классная вещь, я когда-то покупала их сыворотку с неоцинамидом, и это здоровская вещь, она у меня закончилась, я решила купить другую сыворотку от бренда, типа, Makeup, что-то там, и мне не понравилась она, определенно The Ordinary знают, как делать их уход, неоцинамид это очень хорошее средство для борьбы с пятнами от прыщей, и в данном случае я 100% буду использовать это, как только у меня будет нужда в этом. Мне кажется, пока что я очень довольна тем, что мы видим в большинстве своем, продукты, они вызывают восхищение, не так ли? Перейдем теперь к номеру 18, который мы вроде бы тоже пропустили, нет, не пропустили. О, боже, здесь, посмотрите, ребят, сколько здесь продуктов, я только его ни разу не видела в ответ календаре, так мило, спасибо, Калбьюти. Первое, с чего я хочу начать, это кисточка, я так понимаю, это кисть для того, чтобы носить пудру, от It Cosmetics, это кисть, круто. Далее, я, по-моему, видела небольшие спойлеры о том, что будет в этом адвент календаре, и я точно помню, что я видела вот этот продукт от доктора Барбара Сторм, Сторм, да, доктор Барбара Сторм, это капли, которые при нанесении на кожу должны сделать кожу не такой уставшей, сияющей, понятное дело, и все это благодаря оптическим пигментам. Здесь также в составе есть экстракт дикой розы, что хорошо для пор, для ухода за порами. Вообще, все, что я знаю о Барбаре Сторм, или Сторм, Сторм, то, что ее уход, он основан на молекулярном знании, именно поэтому ее уход такой дорогой. Мой первый продукт от Барбара Сторм, здорово. Далее мы видим здесь умывалку для лица, скрабирующую умывалку для лица с клубникой от бренда Фрэш. Далее мы находим здесь тени от бренда, который называется Вестман Ательер. Вестман Ательер это дорогой бренд. Нам дали такой маленький пробник теней в оттенке табак. Пока что, мне кажется, это смотрится, ну, обычно, то есть ничего прям такого волшебного я не вижу. Знаете, сколько нам положили грамм теней? 0,8 грамм продукта. Ну, знаете, достаточно для того, чтобы попробовать хотя бы продукт. Далее мы находим пудру от Лауре Мерсиа. У меня был точно такой же мини-размер. Это хорошая пудра, она делает свое дело. Мне кажется, это одна из самых популярных пудр в Сифории. Далее мы находим мини-размер туши от Benefit, Береден Экс. Она многим нравится, многим не нравится. Многие говорят, что эта тушь потерпела небольшие изменения, ну, вернее, большие. Раньше она вроде бы была получше. Мы нашли пудру бронзовую, то есть бронзер от Нарс в оттенке Лагуна. И у меня есть кремовый бронзер от Нарс в оттенке Лагуна. И это самый лучший бронзер. Мне он очень нравится. Сегодня я использовала его. Также хороший оттенок. Я даже пока еще не знаю, буду ли я оставлять его себе, потому что у меня столько много бронзеров, если честно. Я вижу здесь масло для губ от бренда VF. Я знаю, это бренд вроде бы одной очень знаменитой британской блогерши, если не ошибаюсь. И это то, что я точно сама бы не купила, ну, или когда-нибудь купила бы, но не скоро, скажем так. Даже нет слов описать, как это смотрится красиво. Просто посмотрите на эти блестки и на упаковку. Цвет, я так понимаю, называется Lip Dew. Пахнет ванилью, очень приятный такой сладковатый аромат. Мне нравится, кстати, очень сильно этот аппликатор. Он большой, мне нравятся большие аппликаторы, потому что ими удобнее наносить блески, помады и все такое. Немного ощущается липким, совсем малость. Блески видны, блески видны. Чуть-чуть. Не такое большое количество, конечно, которые в упаковке. Только из-за запаха я и буду им пользоваться, если честно. Здорово. И последнее, что мы здесь видим, это... Что же это такое? Наташа Динона и ее лайнер. Жидкая подводка для глаз. Я точно помню, что она недавно вышла с этим продуктом. И вроде бы отзывы неоднозначные. Кому-то понравился этот лайнер или подводка. Кому-то нет. Очень нравится упаковка этой подводки. Прям тяжеленькая она такая и металлическая, что ли. Много обещающе смотрится. Будет очень интересно попробовать эту подводку. Тем более, от Наташи Диноны. И посмотреть, насколько она вообще хороша или не очень. И вот таким образом выглядел наш 18 номер. Это все было в одной ячейке. Что безумие. Я ни разу не видела столько много продуктов. Ну или косметики, да? В одном ящике. Я в шоке. Это вот то, что я могу пока сказать. Далее нас ждет номер 19. В номере 19 мы нашли палетку, я так понимаю. Да, это палетка для глаз от бренда Роэн. Я об этом бренде не слышала. А может быть и слышала, но не придавала этому внимания. Мне почему-то кажется, что эта палетка будет какой-нибудь нюдовой. У, тут даже чехольчик. Только ощущение, что Роэн это какой-то или Роэн. А это какой-то люксовый бренд. Made in USA. Очень нравится упаковка. Хотя она быстро заляпывается. Ну-ка, ну-ка. Очень красивая цветовая гамма. Как я и предполагала, это нюдовая палетка. Нюдовые палетки это идеальный вариант для макияжа на каждый день. И мне нравится, как смотрится шиммеровая палетка. Я решила погуглить об этом бренде, что сколько стоит. Эта палетка стоит 28 долларов, 28-32 доллара. То есть это не прям очень люксовая цена. Я почему-то думала, что эта палетка может стоить, там, не знаю, 50 долларов. Какие-то у меня такие были ощущения. Далее давайте перейдем к нашему номеру 20, который у нас по середине. У меня уже знаком этот бренд. Я точно знаю, как он выглядит. Это The Inkey List. The Inkey List. Все правильно. Продается он в Сифоре. И как раз, когда я была в Сифоре, я смотрела на стенд с этим брендом. И я смотрела на то, что он меня может заинтересовать потенциально. И то, что мы нашли, это Транехамик Acid Night Treatment. То есть это кислота, которая борется с гиперпигментацией. Я ни разу не слышала о том, что у них есть эта кислота для борьбы с гиперпигментацией на ночь. И это тот этап ухода, который вы наносите после сыворотки и до крема увлажняющего. Интересно, я почитаю обязательно об этом продукте ухода от Inkey List. Ни разу ничего не пробовала от этого бренда. И это мой первый раз будет. Ну что, ребят, мы влетаем в эту двадцаточку, наконец-то. Обычно в адвент-календарях первые самые номера и самые последние. Это, как правило, наилучшие в адвенте. То есть они должны вызвать у вас этот вау, этот вау-эффект. Номер 21. Здесь он маленький, затаился у нас. Я уже вижу, что это такое. Это умывалка для лица от бренда, который называется Used to the People. Это популярный бренд в Сифоре. Я точно помню, что я пробовала эту умывалку давно. Но тоже не поняла хайпа об этой умывалке. Типа она хорошо умывает, да, все круто. Но я не смогла увидеть чего-то прям такого ах, вау. И эта умывалка, я не сказала вам, она с кейлом и зеленым чаем и шпинатом. Я почему-то думала, что эта умывалка будет меньше. Невероятно красивый цвет у этого геля, такой зеленый. Все это натуральное. То есть это реально натуральный цвет из-за продуктов, которые использованы для создания этого геля. Пахнет это тоже вкусненько. Сейчас давайте освежим память. Да, такой аромат свежести, я бы сказала. Далее номер 22. Бренд Algenist. Насколько я поняла, это что-то вроде маски на лицо. То есть вы наносите это перед сном и просыпаетесь. И ваша кожа должна быть успокойной, менее раздраженной. Также увлажненной. Я, конечно, поизучаю еще вообще, что это такое, что это за гель или эта маска. Ну, как его вообще использовать. Поэтому здорово. Новый бренд в копилку, так сказать. Далее давайте перейдем к нашему номеру 23. Осталось всего лишь два номера. Надеюсь, вы, ребята, еще не устали. Даже для меня лично, сидящий здесь и разговаривавший просто без передоху, да? Сколько? Наверное, полтора часа. Это сложно. Я знаю, что это будет не самое короткое видео. Поэтому мне очень будет приятно, если вы поставите лайк под этим видео или оставите комментарий. Это будет очень круто с вашей стороны. Я уже вижу, что это. Это тени от Шарлотта Тилбери. Круто! И эти тени из серии Ice to Mesmerize. Я вижу оттенок Amber Gold. Эти тени не дешевые. И это очень красивый такой золотистый оттеночек. Мне нравится, как он смотрится. Пигментированный, интенсивный. Очень мягкий, понятное дело, на ощупь. Далее, номер 24. Предпоследний. Еще больше косметики. Смотри, ребята, у меня села батарейка. Я просто в шоке от того, сколько здесь наложено косметики и ухода. Давайте по порядку все это оттуда будем выуживать. Итак, первое, что я вижу, это бренд Medic Aid. И эта сыворотка, опять какая уже сыворотка по счету у нас, называется она C Tetralux. То есть, это сыворотка с витамином С. Я точно помню, я слышала о бренде Medic 8 или Medic Aid. Вроде бы это очень хороший бренд. Сывороток с витамином С много не бывает, не так ли? Сейчас я, кстати, использую сыворотку с витамином С от Glow Recipe и Guava. Поэтому это определенно будет что-то, что я буду использовать. После того, как я закончу ту от Glow Recipe. Далее, что мы здесь видим? Это Эспа. Эспа, это, понятное дело, наверное, один из самых знаменитых британских брендов. Это соль для ванн. Точно, ребят, посмотрите на эту красоту. Я не хочу, чтобы это все вылилось. Смотрится невероятно красиво. Реальные лепестки цветов и розовая соль. Это некая смесь для ванны, которая позволяет вам убрать негативную энергию, которая скопилась в вас, получается, таким образом. И эти кристаллы розовой соли и лепестки цветов, они способны это сделать. Это как ритуал, да? Это даже, наверное, получше какого-либо крема или косметики, потому что это уникально. Это что-то, что ты редко можешь увидеть, мне кажется, в адвен календарях. Честно, не знала, что Эспа выходит с такими смесями для ванн. Здесь мы получаем 55 грамм продукта. Мне кажется, почему-то, что на пару-тройку раз хватит этой смеси при принятии ванны. Эта смесь стоит 43 доллара на сайте Эспы. И все отзывы пятерки от этого продукта здорово. Я в нетерпении уже использовать ее очень скоро. Мы находим эксфолерирующий гель от Кейт Саммервилл. Вообще, это больше как маска. Называется она голливудская маска двухминутная. У меня была эта маска давно очень. Я пыталась ей пользоваться, но она очень жжет кожу. Очень неприятно было моей коже, когда я нанесла ее. И поэтому я забраковала ее и больше не использовала. Но, возможно, это знак того, что я должна попробовать ее еще раз. Если да, то это будет очень здорово посмотреть на эффект этой двухминутной голливудской маски. И мы получаем 15 миллилитров в этой маске. Я думаю, на пару применений нам должно хватить. Далее, мы видим патчи под глаза от бренда, который называется Patchology. В составе этих патчей есть экстракт апельсина, ницинамид и рисфератрол. Что очень интересный компонент. Я, наверное, ни разу не слышала. Патчи, мне кажется, никогда не бывают лишними. Это всегда что-то, что нужно, если ты девушка, ну и мужчина тоже. У-у-у, Drunk Elephant. Я сразу поняла по упаковке. Это сыворотка, конечно же, сыворотка. Называется она TLC Frambus Glycolic Night Serum. То есть, это сыворотка с гликолевой кислотой на ночь. Сыворотка 8 миллилитров. Я думаю, на 3-4 применения это будет достаточно. Упаковка, конечно, вообще огонь. Такая яркая, милая и розовая. Мне очень нравится. И это все, что мы нашли в этой ячейке под номером 24. Нас ждет последняя ячейка. Я уже даже боюсь представить, что там может быть. Если здесь, в этих ячейках по 5-6 продуктов, то что мы должны ожидать здесь? Давайте ее откроем прямо сейчас и уже рассеем все сомнения. Вау, это что-то определенно очень тяжелое. Тяжелое и что-то, что как мяч катается по коробке. Давайте же уже посмотрим на это. Я поняла, это свеча. Е-е-е-е-е-е. Почему-то я думала, что это будет что-то более интересное. Я не знаю. Ох, как это вкусно пахнет. Знаете, это тот аромат, который как будто бы переносит меня в детство. Мою юность. Эта свеча пахнет восхитительно. она подходит к, понятное дело, этому адвент-календарю, и здесь написано Loving. Честно, я просто могу сидеть тут весь день и нюхать эту свечу, настолько она приятно пахнет. Я не знаю даже, с чем сравнить, что это за аромат свечи, добрый и располагающий, то есть это та свеча, которую я бы зажгла, если бы я, допустим, занималась собой, читала, принимала ванну. Дойдет до того, что я захочу купить именно эту свечу на Cult Beauty, надеюсь, это можно купить. Мне кажется, бренд, бренда тут нет как такового. Написано Fine Fragrance Candle в аромате Loving. И вот это все, что мы нашли сегодня в адвент-календаре Cult Beauty. Вау! Это была длинная распаковка. Я не удивлюсь, если это видео будет 30 минут. Это ощущение, что ко мне пришел Санта Клаус, Дед Мороз, и просто задарили мне подарками. Настолько это приятное ощущение, понятное дело, открывать эти ящики, эти ячейки. Это ни с чем не сравнится, честно. Ты можешь купить себе подарки, ты можешь попросить кого-то купить себе подарки, подарить. Ты можешь ждать подарка от любимого человека или подруг друзей. Но когда ты открываешь эти ячейки, в каждой ячейке чего-то не знаешь, о чем ты не думала даже, это действительно ощущение этого праздника и создается. Если я буду честной, я никогда не видела в своей жизни такого невероятного наполнения адвент-календаря, как этот. Я теперь понимаю, почему столько много людей хотят купить его, и он так быстро распродается, потому что наполнение, это вот то наполнение, которое и должно быть адвент-календаря. Да, это не дешевая цена для адвента, это 300 с лишним долларов, но вы получаете продукты уход, косметику, которая в тренде, которая популярна, и не только бюджетная, вот как, допустим, палетка Роя, но и также и люксовая косметика, как, например, косметика от Виктории Бекхам, то есть, вау, свеча, мне кажется, это просто подарок для тех, кто любит свечи, я обожаю свечи, и поэтому это просто, вау, лучший, лучший аромат. Чтобы вы понимали, ребята, у меня просто весь стол заставлен этими коробками, и всего здесь много, реально много, я считаю, что адвент-календари это отличный шанс, чтобы запастись продуктами, особенно если это классные продукты, на год вперед, и использовать их потом в течение всего года, в общем, я просто еще в шоке пребываю, наверное, от того, сколько всего мы сегодня с вами распаковали, я очень надеюсь, что вам понравилась наша сегодняшняя распаковка, и мне также будет интересно узнать, купили ли вы этот адвент-календарь от Cult Beauty 2021, охотились ли вы за ним, честно, это замечательный подарок для себя любимой, и для друзей, понятное дело, но если для себя любимой, то это сделает вас очень-очень счастливой, я вам это гарантирую, ну что, я на этом буду заканчивать свое видео, мой голос уже просто отказывается что-либо делать, говорить, ребята, с вас лайк, комментарий, надеюсь, вам понравилось мое видео, опять же, буду очень благодарна критике, с вашей стороны, я не знаю, насколько идеально получилась эта распаковка, адвент-календаря, но в общем, да, я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, и всегда оставайтесь красивыми, ваша Юля, и прощаюсь, всем пока!